Ну а так как он автор-исполнитель, пишет сам текст, сам их правит, сам их поет, аранжирует и прочее, то есть творческая личность. Салават, гордитесь ли вы? Поднимите руки за него. Я предосчитаю, что, я же слушаю, петь, иди сюда, я ухожу, а ты давай сюда, за микрофон. А под танцовки? Нет, вот этот нормальный шум. А настройки? Потому что он сказал, вот это настройки, и что-то как-то не останется следа. Здесь покрасивший звук. Красивший звук. Блин, там звук красивший. Подобеняем. Положили на алтарь красивого звука. Да. На что положили? Чего положили? Так, у меня сегодня что это? Без ограничений, в смысле, 3-4 вещи, да? Говорят, поете сколько хотите, хоть 3. Я тогда начну традиционно. Паша начинает всегда с песни Розенбаума, потом на свои переходит. Я тоже начну с Розенбаума, но поскольку день рождения у меня сегодня, это памятная такая штука. Песня Розенбаума написана к своему 30-летию. И я ее, мне повезло, я ее слышал вживую, буквально там на следующий год после его 30-летия. Мне во сне еще летать, долетать, оставаясь на земле, а я буду, значит, будет еще что вспоминать, значит, мало я на свете живу. Значит, рано звать Натариуса и могилу под кустом выбирать, значит, нечего гвардейским усам от тоски по тем годам облицать. Пятьдесят лет еще не песня моя, песня будет, потому что есть дым, не бывает ведь без дыма огня. Значит, буду я всегда молодым, значит, будет еще много друзей, и потерянных я вновь обрету. Значит, есть еще дела поважней, значит, будем блоковать на лету. А пока еще я день ото дня, сантиметры прибавляю во сне, значит, нечего на долю пенять. Коли такая доля выпала мне, мне во сне еще летать, долетать. Не смотри на будущее хмуро, горе слакивая головой, я сегодня стал литературой. Самый средний, очень рядовой. Пусть моя строка другой заслонится, но благодарю судьбу свою. Я за право творческой бессонницы и за счастье рядовых в строю. Вот так вот. Ну и в дубле там, собственно, вот это, будем говорить, что вот это стихотворение Шпаликова эпиграфом поставил в своем стихах, ну, такой Денис Васильев, более молодой человек, значит, такое стихотворение. Ровесники в майорах и полковниках, блестят на них медали с эпалетами, а я все поэзии в любовниках, беседую с ветрами и планетами. Порою снится черный китель марковский, комзол расшитый, шляпали с плюмажем, и не узнать в походке и неловкости, что автор был когда-то неотважен. Мой полк не лень гусарский, не измайловский, поэты не командуют войсками, но есть порой великое и в малости ремесленников цеховое знамя. Мне свитер ближе, днем, живя сегодняшним, я не смотрю на будущее хмуро, быть может, сам себя удачно вспомнивший, я где-то становлюсь литературой. Ну да. Отпущу поводья, конь дорогу знает, и глаза закроют, будто нет меня. Жизнь, она в итоге, все же доконает, но мне б добраться до заката дня не пропадет. Попади, дорожка, да под копытами, не притомись, трудяга вороной. Для нас до света будут дверь держать открытою, да не пройдет удача стороной. Мне б добраться только, вот тогда удача. Там меня уверен, что уже давно, шевели копытами, веселее кляча, чую там за горкой милое окно. Не пропади, дорожка, да под копытами, не притомись, трудяга вороной. Для нас до света будут дверь держать открытою, да не пройдет удача стороной. Так, ну еще, а не можно, Сергей, да? Возничок. Еще парочку, да? Рут. А, ладно, скажем так, все. Возничок. Возничок. Возничок, ну она же с аранжировкой красивее слушается. Она нормально. Да, что ли, просто по гитаролю. Возничок, я тебе к нам дома спою. А если лимит позволяет депутата? Депутата. Ну, можно депутат дать? Депутат, да. Ну, я когда пою в последнее время, я говорю, что эта песня написана про отдельно взятого депутата, все остальные хорошие. Это какой-то такой виртуальный случай, наверное, что персонал. В доме по улице проехал депутат. Вот доволен, мой дорог, конечно, рад. Вот ведь как все получилось хорошо. Как к вопросу он толково подошел. Как к народу обещания давал. Как в ладошке деньги мятые совал. Как слезу пролил на чьей-то там бедой. Ну, а сам, как симпатичный, молодой. Что там, бромка? Ну, давай на тротуар. Эй, миряне, разбегайтесь в свете вар. Мы ж не просто так. Мы едем по делам. Поделить все. Ну, почти что пополам. Помести бабулька в рамку мой портрет. Я не герцог, я на все найду ответ. За слова я отвечаю. Слышишь, мать? Обещал? Ну, что же, продолжаю обещать. Эй, зеленые, кончайте пояпать. Ну да, построился не там, че скрывать. А не то, поярвым, видали их бы, превратят вас из зеленых в голубых. Мне ведь этот цвет величий уж там. Я за родину и честь свою отдам. Честь не деньги уродили подперед. Ежели где, из-за морали, это три. Вот так. Ну, с... Ну, может, тогда я романс спою. Можно, да? Последнее время нравится. Как голос ваш дрожал, когда мы расставались. Когда слова любви пытались мне сказать. Но взгляд ваш выражал обиду и усталость. И я не верил, что заставил вас страдать. К чему сомненья, к чему я ваших слез не приму. Лишь залежу, как пес, на сердце раны. Измены ваши, низкий обман. На горестном пути любви неразделенной Пытался я найти покой в чужих устах. Но гурчь моих чувств, надежды потаенной Мне не дала забыть огонь у вас в глазах. К чему надежды, к чему я ваших слов не приму. Лишь затаюсь, как раненая птица. Не в силах нападать и защититься. Так, ну, ладно. Ну что, к коду или как? Молодцы, молодцы. Можно, да? Тогда я, можно, не свою песню спою. Это Андрей Масальский, такой замечательный поэт. Был уфимский, сейчас он где-то в Самару уехал. Чуть я одно время не пел его песен. Как-то мы по идеологии разошлись. Я уже говорил про это. А потом подумал, песни-то не виноваты. Да, они же писались. И я даже не знаю, он поет сейчас свою песню. Когда я уйду, успокоится небо, что некому больше влюбляться на пьяну. Наверное, в аду понадеются слепо, что некуда больше податься пьяну. Когда я уйду, не веселый, не грустный, тобой не хмельной, и от мнений усталый струна прозвенит, что обратно не пустят, чтоб ты понапрасну меня не искала. Фразы летучие, где-то на туче листья осенние. Нет вам спасения, следом за тучами, все заметает зима. А я за страну умирающих листьев, за слезы отчаяния, грязь и тревогу. Засонные царства, живых и живущих, от черного цвета к любви твоей подлой. Когда я уйду, незнакомой дорогой, которой бы надо домой возвращаться. Дежурный божонок, неумный и строгий, должно быть, не даст нам сполна напрощаться. Когда я уйду, не веселый, не грустный, тобой не хмельной, и от мнений усталый струна прозвенит, что обратно не пустят, чтоб ты понапрасну меня не искала. Фразы летучие, где-то на туче листья осенние. Нет вам спасения, следом за тучами, все заметает зима. А я за страну умирающих листьев, за слезы отчаяния, грязь и тревоги. Засонные царства, живых и живущих, от черного цвета к любви твоей подлой. Ну, ладно, тогда все равно, коду, наверное, достаточно. Давайте спою тогда «Храброе сердце». Она как-то наиболее запомнилась почему-то. Ее где-где что-то не пою, хочется чего-нибудь такого мудрого спеть философскую, а просит почему-то «Храброе сердце». Я ее совсем недавно, в прошлом году пропил, эту песню. Я вот уже второй раз об этом говорю. Так печально. В офис подошел Саша Мельников и говорит, можно я буду петь эту твою песню? Я обрадовался, конечно, говорю, конечно, Саша. И он не раз налил коньяку, я выпил, и я понял, что песню я пропил. Ну, ладно. В общем, вот такая песенка, а там такая получилась баллада. Ну, взятые персонажи из сказки, или сказки, как это назвать, Толкина. Как раз «Хоббит туда и обратно», «Две твердыни». Все-таки я в свое время почитал «Сыну молитву мою», и вот как-то эта песня получилась песня. Она сначала без припева была, а потом обросла припевом, и как-то так и стало. А вообще эта песня о маленьком человеке. Краброму сердцу броня не нужна, Взгляд смельчика по острейке нажала. Черная сила не так уж страшна, Лишь бы рука рукоять удержала. И раз слушай рассказ про губит обиль вон и губит оброда, Про саурона, губительный глаз, Королеву лесного народа. В черном лесу в одиночку не сладко, Трудно врагов одолеть одному. Но если мы вместе, то жаркая схватка Лишь согревает холодную мглу. И растворит болит море, 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 море плой. Фили, фили, все как один, И горит сентрой над горой под горой. Гном с топором, он не только строитель, Храбрый боец и угроза врагу. И из садовника выйдет воитель, Если враг топчет цветы на лугу. И раз слушай рассказ про губит обиль вон и губит оброда, Про саурона, губительный глаз, Королеву лесного народа. Гномом пещерах, родной уголок, Эльпы в лесах лишь находят покой. А у героя десяток дорог, Не желает он доли другой. И растворит болит море, 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 море плой. Фили, фили, все как один, И горит сентрой над горой под горой. Маленький рост не причина печали, Краброму сердцу не страшен гигант. И если вас где-то по росту встречали, То провожать будут криком «Вива!» И раз, два, лим, болит море, море, море плой. Фили, фили, все как один, И горит сентрой над горой под горой. Фили, 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 фили. Спасибо! Фили, фили, фили. Такое неплохое, да? Одну Розенбаум, одну свою, ладно? Обе свои? Ну, давайте свои, я-то с удовольствием, только надо тогда сейчас придумать Только аниматор А я не умею Не, умею, но не буду Ага, нет Вот так Так, так, так Вот это Ага Ну, давайте тогда одну на стихи Жигулина Ну, конечно, трудно сказать, что это романс Говорит, что романс, музыка моя Ну, романс, он сам по себе есть романс Трудно ли, что? Ну, в общем, на стихи Жигулина Не, ну, про Романоча это, так сказать, между строк Хотя Хотя Пусть не тревожит ни печаль, ни смута Но пусть всегда светло и далеко Останется прощальная минута И не тревожьтесь вовсе обо мне Я не достойна вашего участия Историей доказана вполне Поэты не приносят женам счастья Я тоже вас забуду навсегда И будет мне навеки откровением Поинственным и трепетным видением Над тихим лесом грустная звезда Своё, да О, а можно я тогда спою стилизацию? Ну, как Есть такая мудрая фраза, что искусство начинается А ты какой думаешь ли стилизацию? У меня там несколько А нет, это только 1 ноября Нет, эту тему мы сегодня не будем поднимать А хотя можно из этой серии Ладно, тогда действительно из этой правильно Ну, Грешин, да Есть у меня там Такая Целая Серия песен Я там начал писать такие Ну, как блатными Это сложно назвать Ну, скажем так Приблатненные песни И как-то так у меня С удовольствием всё получалось А потом я почитал Варлам и Шаламов Мне стало ужасно стыдно И я эту тему закрыл Закрыл такой песней Она, значит Перекрести меня, маманя, на дорожку Не суетись, ведь на всю жизнь не соберёшь Да не выдумывай всё просто Кружку-ложку Нажа не надо Не положено ни ложь Не плачь, маманя Не голоси Не унижайся И не проси всему виною Мой скверный нрав Опять я, мама Кругом неправ Не моих полы, маманя В хате пару дней Менты, как водится Буки не снимали Сейчас прокатимся По улице моей Гляди, соседи Окна все пораскрывали Не плачь, маманя Не голоси Не унижайся И не проси всему виною Мой скверный нрав Опять я, мама Кругом неправ А ну, конечно бы Не ездить никуда Сидеть бы дома Да хвалить твои пельмени Да не судьба, видать Отправлюсь в холода Ты встань, маманя Пожалей свои колени Не плачь, маманя Не голоси Не унижайся И не проси всему виною Мой скверный нрав Опять я, мама Кругом неправ Не плачь, маманя Не причитай Мент он обманет Ты так и знай Начнет ругаться Войдя в экстаз Такой же мама Он не хороший человек Не плачь, маманя Вот так Спасибо Александров Все будет Можно попасть? Паша, включи Поднять А я тебя сюда Отпущу Ага Александров Все будет Давайте вы его Немножечко Это не отпускаем Бис На бис Читаю стихи И потом Мне у него Одна песня нравится Он знает Но молчит А как нет Тебе многие нравятся Мои песни Две Я вообще люблю Давайте хлопайте И не отпускайте Нет, ну главное Не надо есть Делать такое Я за этим рулю Когда мне надоедает Я тут же выгоняю Это да Сергей Жесток В этом отношении Пошел к чертовой матери Это все Я первый раз Такую слышал От дядь Коля Грахова Николая Леонидовича Грахова Замечательный поэт наш Уфимский, да Помню был В 81-82 год Я научился играть на гитаре Ну в смысле Я выучил два аккорда Третий я примерно помнил И друг наш Гену Бутюженко Он меня значит Начал подталкивать Иди-иди давай В фестивале поучаствуй Шло прослушивание А я понимал Что я в принципе Не то что не тяну Ну вообще никак И тем не менее Он меня начал толкать Давай Я черту уже там Наскрябал Что-то написал даже сам Не помню с чем Я вышел все-таки на сцену Грахов сидел Председателем жюри Он смотрел на все это Он был в то время Молодой Задорный в галстуке Смотрел Я что-то начал ковырять Так ковырять Он слушал Честно правда Наверное целую минуту Слушал Слезай со сцены К чертовой матери Я был счастлив Вот первый раз Я был счастлив Когда меня прогнали со сцены Вот Сергеич Он ничуть не в том же Например так Ну он разные слова знает Это потому что Ладно Тогда много говорю Давайте прочитаю Точнее Вот оба Так ну давайте Вот этот Уже Были или Не былицы Только окончен сказ Коршун над голубицею Кто бы успел да спас Кто бы не жертвой глупую Кинулся да пропал Силой на силу грубую Ворога наповал Девицы носом хлюпают Гонят злодея прочь Плачут от птицы И глупую жалко Да не помочь Были ли Не болицы Ведь он нес слова В стороны с разными лицами Их понесла молва Правда ли Чистый вымысел Кто там разберет Коршун над голубицей Песню свою Поет Ну лирик там сплошная Никакой социалки Ты просто уже летаешь Любишь Ну давайте тогда Ну Кодор тогда да Кодору это да У нас не гробится Если он там поет Я пойду салават У него там салават Вот такая песня Вот это на Коду сейчас поем Потом измечок будет еще да Если надо будет Давайте тогда Вот такую на Коду Или угол Пушкина тогда А потом туда Паша напомнил хорошую песню Подключаемся Блин Раскусили А у нас между прочим Даже газ дома проведет Эта песня посвящена Жене моего друга Сережке Брониной Это все так Написано Как выходит с мольбертом И рисует На натуру Вот я так же писал Про этот дом Находящий в старой части салавата Все и галка там жила С родителями Там правда 78-й год присутствует В этой Тексте песни А Бронина Человек такой Щепетильный Прагматичный Правда не всегда у него Получается выгода Из прагматики его Он так посчитал По пальцам Говорит Ей там 12 лет было в это время Какая нафиг это Я говорю Серега Ну это же аллегория Че ты прям так буквально Все подходишь Тем более что мы друг друга Не знали в то время Не важно Помнишь галка Это жгучие И мальчишку под окном Годы наши Годы лучшие Где-то в 78-м Эти встречи Расставания Пионерских лагерей Наше первое свидание Шорох липовых али Угол Пушкина Гагарина Старый город Старый дом Не горит окошко Галина Спит должно быть Сладким сном А на кухне Вроде мамка Мне отсюда не видать Да спи спокойно Моя галка Мне не скучно Можешь и спать Сколько лет Было не было Ты прям уже Дай-то Бог Не у всех так ладно Склеено Я пытался Да не смог Постою и полюбуюся Позавидую слегка Чтобы скрыть слезу Прищуюся И темну издалека Угол Пушкина Гагарина Старый город Старый дом На скамейке Три татарина Лойко вяжут Но с трудом Я присяду К ним не брошенный Сигареткой угощу Потолкую По-хорошему И немного Погрущу И вздыхаем Не надышимся Вспоминая грустя Это где-то там В неиспывшемся Много лет тому спустя Спасибо Красивые рубашоночки Хорошенький такой Ну смотрите Эй, саловатцы Которые приехали с ним Вы поняли все? Сам я Или ты сам его объедешь? Да, мой друг Приехал в Магадан Александро Владимир Васильевич Владимир Васильевич Это да Он мне пару стихотворений Таких Задорист Написал про меня Я до сих пор Еще не пойму Чего это такое Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому